В повестке 43-го заседания Брянской областной думы три десятка вопросов. Центральная тема – внесение изменений в региональный бюджет. Собственные доходы областной казны выросли на 713 миллионов рублей. Расходы бюджета увеличиваются на 1 миллиард 16 миллионов. Значительную сумму 500 миллионов рублей направят на приобретение общественного транспорта. Большая часть средств – экономия по обслуживанию государственного долга. Совместная работа законодателей, правительства региона, федеральных ведомств и властей на местах позволила сэкономить 296 миллионов рублей. Губернатор Александр Богомаз неоднократно подчеркивал – от долгового наследства предыдущей власти нужно избавляться. Благодаря развитию экономики региона дополнительные средства выделяются на поддержку социальной сферы. Выделены определенные средства городу Брянску, около полмиллиарда на соответствующие структуры, на приобретение транспорта для города. Потому что город – это лицо области, и мы с губернатором уделяем городу очень серьезное внимание. Областной властью и законодательной властью уделяется внимание экономике. Я думаю, сегодня это подводилось на думе, когда были результаты по итогам прошедшего периода, что у нас есть рост, прибавка в областном бюджете. 67,5 миллионов рублей выделено на приобретение 15 машин для Брянской автоколонны 1403, которая в год перевозит более полутора миллионов пассажиров. 40 миллионов пойдет на реконструкцию канализационного коллектора в советском районе областного центра у памятника летчикам. Это вопрос безопасности жителей города. Он всегда на особом контроле депутатов и губернатора. Значительные средства из региональной казны направят на лекарственное обеспечение. Субсидии федерального бюджета поддержит Дорожный фонд области и агропромышленный комплекс. Депутаты также проголосовали за учреждение почетного звания «Заслуженный работник образования». Председатель областной думы вручила депутатские удостоверения Александру Башлакову и Александру Гавричкову. По итогам дополнительных выборов, которые прошли на Брянщине в единый день голосования 10 сентября, они набрали большинство голосов избирателей и заняли вакантные мандаты в региональном парламенте. Депутаты поддержали изменения в устав Брянской области. Продолжено совершенствование налогового законодательства. В первом чтении внесены поправки в ряд областных законов. Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов. События. Брянск.